Здравствуйте, дорогие подписчики! Новички, присоединяйтесь! Вы на канале Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня замечательный солнечный день. Весна была затяжная, снег стремительно ушел. И, конечно, мы давно розы раскрыли, но я вам расскажу правила, как весною надо раскрывать розы. Весна – это, конечно, самый, наверное, ответственный момент в жизни такого растения, как роза. Если снять слишком поздно, то укрывной материал, какой бы он ни был, даже спонбон, который мы считаем, что вот он такой тоненький, рыхлый, типа проветривается, он за зиму может прибиться снегами, водой, и получается, что он своим весом вместе со снегом заваливает растения, и они могут выпривать либо вымокать. Поэтому смотрим по погоде. И сначала мы до того момента, как почва вокруг нашего укрытия не размёрзнется, то есть она ещё мёрзлая, мы можем укрытие, представляете, вот, допустим, спонбон, да, мы можем открыть его по торцам, потому что сильно резко открывать нельзя. Почва мёрзлая, корни не работают, листья, уже не листья, а почки могут начать жить от тепла, которая здесь скапливается под укрытием, и может произойти разная с ними оказия. Также, если слишком поздно затянуть, могут появляться плесени. Плесени от избытка влаги и под каким-то укрывным неудачным материалом. Поэтому постепенно снимаем, приучаем к наружному воздуху, к ветру, к солнцу, и затем снимаем. Разокучиваем тогда, когда земляной ком уже размёрз. Пока он не размёрз, не надо стремиться принудительно лопатой долбать этот куст, потому что можно и куст повредить. И, как я уже говорила, корни не работают, особого смысла в этом нет. И растение может, если резко снимаем укрытие, может получить солнечные ожоги, даже побеги, которые хорошо сохранились. Для того, чтобы предотвратить различные инфекции, после раскрытия удачного, мы проводим такую лёгкую профилактическую обработку железным купоросом. Концентрация какая? Трёхпроцентная. Если вдруг вам кажется, что ваш кустик абсолютно мёртвый, побеги чёрные, и не видно ни одной почки, но растение ваше, корни собственные, не торопитесь на нём ставить крест, выкапывать и выбрасывать. Что мы с таким растением сделаем? Мы его прольём тёплым раствором корневина. Если вдруг есть какая-то маленькая почечка и надежда на то, что мы видим по стеблю, что он живой, вот мы обрезали до основания, но видно, что живой срез, можно обработать раствором эпина. И после этого сделать лёгкое укрытие тем же спонбондом. И, конечно же, поливать периодически, чтобы земля была влажная под нашим укрытием. И если это не произойдёт в мае, то это может произойти даже до конца июня, ожидаем. Даём шанс нашему растению, нашему любимому сорту, и, возможно, он отрастёт. Поэтому сразу не бросаем его в костёр. Ну и что? После того, как мы постепенно раскрыли, обработали, разокучили, конечно, надо сделать обрезку. Я вам рассказывала, как осеннюю обрезку делать. Иногда и осенняя является уже достаточной для стойких сортов. Потому что все сорта, в зависимости от группы, они по-разному относятся к зимовке. Некоторые сорта даже без укрытия великолепно зимуют. Особенно плетистые розы. Достаточно их пригнуть пучком к земле. А некоторые сорта, особенно чайно-гибридные розы, и даже те, которые привитые, всё равно картина весной получается плачевная. Почему я всегда ратую за корни собственные? Потому что всегда у них есть шанс, даже в июне месяце. Как обрезаем? Ну, естественно, что обрезаем всё, что почернело, всё, что безжизненное. Обрезаем, когда уже нечего считать почки, обрезаем до живого. Получается до основания. Чёрный побег. И к тому же получилось морозобоина. До основания. Концепцию вы поняли. Значит, до живого, либо до основания. А рядом куст этого же сорта. И вот посмотрите. У него уже даже и почки пошли, и он хорошо сохранился. Что-то здесь заломалось, но при этом оно живое. Значит, смотрим. Обрезаем до живого. Ну и вспомните моё руководство к действию. Сейчас мы вам ближе покажем, что обрезаем на внешнюю почку. Что такое внешняя почка? Были вопросы. Это та почка, которая смотрит не внутрь куста, вот она внутрь куста смотрит, а та, которая смотрит кнаружи. Затем мы определяемся с тем, что мы хотим в сезоне от нашего куста розы. Либо мы хотим длинные побеги, которые мы будем срезать в букеты. Значит, обрезка в этом случае будет низкая, короткая. Если мы оставляем одну-две почки и обрезаем, тогда отсюда идет побег высокий, который заканчивается цветком. Можно сделать среднюю обрезку. То есть оставляем раз, два, три почки. Обрезаем. Из этих мест пойдут побеги, и они будут среднего роста. И, допустим, на одном побеге появится три цветка, три цветоноса. Если мы сделаем очень высокую обрезку, то есть обрезаем только верхушку, это единственный живой побег, который остался. Верхушечку срезаем, и тогда из боковых почек пойдут многочисленные побеги, которые будут нести цветы. И получится, что кустик у нас очень цветущий. Выбирайте способ обрезки. Пусть ваши розы будут здоровы. Здоровья вам. Дякую всем, кто глядил меня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok